Сейчас все мечутся, как пересидеть кризис, в какой валюте, рубли, доллары, может быть акции пора покупать. Но на самом деле, самая лучшая стратегия не метаться. И вот сейчас как раз я хочу предложить вам не метаться, а купить просто биржевую облигацию, которая дает доходность 13% годовых. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня новый продукт, который появился у открытия брокер, это биржевая облигация. Что это такое? Смотрите, какая интересная штука. Это вроде бы облигация, то есть по ней назначен купон 13% годовых, но он с условием. А условия это на корзину из компаний. Шикарные компании, люксовые. Смотрите, Louis Vuitton Moet Hennessy, Керинг SA, это, ну, в основном это Gucci, Хьюго Босс, Прада и Эрме. Все это люксовые бренды. Почему выбор пал на эти компании? Ну, смотрите, сейчас все падает, Но кризис и по наблюдениям многолетним от предыдущих кризисов заметили, что люксовые компании, которые занимаются модными аксессуарами, такими вот люксовыми, они падают во время кризиса меньше, чем остальные. С чем это связано? Долго ломали голову, ну, в общем, говорят так, что люди богатые, которые делают бизнес, владельцы бизнеса, когда все хорошо с бизнесом, то они покупают эти вот люксовые товары с удовольствием, ну, потому что все хорошо. А когда все плохо, они закрывают производство, увольняют людей и уходят в кэш. Ну, и, соответственно, когда они уходят в кэш, куда его девать? В люксовые бренды и так далее. Поэтому они меньше подвержены вот колебаниям рынка. Есть некоторый риск, может быть, хотя нет, особого нет. Вот, посмотрите, если все компании выросли, то у вас 13% годовых выплачивается доходность. Если компании не выросли, то ваши деньги сохраняются, они никуда не деваются, но выплачивается в конце срока 100% от номинала. То есть, деньги вы не потеряете точно, абсолютно. Понимаете? Сколько вложили, столько получите. Это как минимум. Ну, а как максимум с 13% доходностью. Ну, вот Луи Виттон Моэтт Хеннесси. Динамика. Опять же, как всегда, можно запросить у своего менеджера или у меня презентацию вот эту. Вот динамика, как оно шло. Значит, вот синий это Луи Виттон Моэтт Хеннесси. Это Евростокс 50. Почему Евростокс? Потому что европейская компания Париж. Вот вы видите, да? То есть, оно опережает индекс акций. То же самое касается Керинг. Керинг является третьим по величине в мире конгломератом предметов роскоши после Луи Виттон и Ришмонд. Флагманский бренд компании Гуччи, на долю которого приходится 60% выручки и более 80% операционной прибыли. Другие ведущие бренды включают Боттега Винета и Ив Сен-Лоран. Вот так. Хьюго Босс. Вы знаете. Ну, Хьюго Босс немножечко упал. Так что есть вероятность того, что он вырастет. Одежда. Ну и бренд. Ну, я в этом не разбираюсь, честно говоря, но вот люди знают. Я только парфюм Хьюго Босс пользуюсь. Вот. Прада. Ну, то же самое. Это семейный холдинг, который входит в бренд со столетней историей Прада. Ну, вот так. И Эрме. Эрме семейная компания производства предметов роскоши. Известная своими сумками Биркин и Келли. Ну, и другое. Другое. Вот. В чем здесь кайф? Смотрите. Сейчас я вам покажу. Ну, фиксируется начальная цена. Запускается облигация в ближайшее время. Ее можно сейчас купить за 100% от номинала. Что будет дальше? А дальше, в принципе, она действует 3 года, приносит 13% доходность. Но, если у вас есть, это биржевая облигация, если у вас есть потребность в деньгах, вы можете эти деньги извлечь. Посмотрите сюда. Вот, посмотрите. Можно через терминал КВИК найти эти облигации. И можно их продать в любой момент времени. Вот она появится здесь. Это будет ФКБИО 6. И ее можно будет продать. Ну, сейчас, я так понимаю, торги не проводятся. Вот. Но днем я включал. Есть Market Maker. То есть, и вы можете продать эти облигации кусками по одной штучке. То есть, одна штучка – это 1000 рублей. То есть, вы покупаете 250 облигаций пакетом. Они дают доходность 13% годовых. Но, если у вас есть потребность или если они выросли в цене, то вы можете в любой момент продать. Или, если есть потребность в деньгах. То есть, в любой момент они котируются. И, что важно, есть Market Maker, который не даст цене провалиться. Как у других брокеров бывает, что с 30% потери можно выйти. Здесь такого нет. Я проверял. Доходность вполне нормальная. Вот этим они интересны. То есть, можно купить облигации, получать 13% годовых доходность и пересидеть кризис. Когда кризис закончился, все начало расти, вы просто их можете продать и совершенно спокойно продолжать инвестировать дальше. Если захотите. Вот такая штука. Если будут вопросы, задавайте. Очень интересная, просто необычная, недавно появилась у брокера такой инструмент. Поэтому я об этом рассказываю. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.